СМАРТ ПЛЮС Привет друзья! Мы собрали интересности из мира высоких технологий, о которых было слышно за прошлую неделю и готовы рассказать вам о них. Итак, поехали! Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 скоро появится в продаже. Известный искатель утечек Roland Kiont запостил твит, в котором сказано о том, что в ближайшее время мы сможем увидеть следующее поколение знаменитых браслетов китайской компании Xiaomi Mi Band 3. Он ссылается на страницу сайта Организации по выдаче сертификатов технологии Bluetooth, которая была опубликована 22 февраля. Спортивный трекер Mi Band 3 имеет поддержку технологии Bluetooth 4.2 Low Energy. С помощью которой он будет подключаться к смартфону, планшету или любому другому устройству. Ожидается, что новинка сможет похвастаться OLED-экраном, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, акселерометром, счетчиком калорий, датчиком сердечного ритма и другими сенсорами. Напомним, что предыдущая версия Xiaomi Mi Band 2 была защищена по стандарту IP67. Также нам известно, что компания, которая подала заявку на получение этого сертификата, является под брендом компании Xiaomi. Это тот же самый известный бренд Huami, который занимается выпуском часов Amazfit. В конце концов, это как раз было бы логично, если бы этими браслетами занималась дочерняя компания Xiaomi, что имеет в этом деле большой опыт. Я сам являюсь владельцем Mi Band 2 и мне очень нравится этот фитнес-трекер. Надеюсь, Mi Band 3 сумеет удивить нас еще в лучшую сторону. Xiaomi Mi Max 3. Возможные технические характеристики. Каждый новый флагман от китайской компании Xiaomi ожидает по всему миру. И каждая презентация как очередная головоломка. Что же необычного китайцы предложат нам в этот раз? Но пока в сеть с бешеной скоростью утекает все больше данных о новинках. Один из смартфонов от Xiaomi, который мы увидим в этом году, Xiaomi Mi Max 3. Информация о нем появилась на сайте для разработчиков XDA Developers, благодаря файлам прошивки. Новинка от Xiaomi будет иметь удлиненный Full HD Plus экран. И несмотря на то, что размер самого экрана до сих пор неизвестен, предполагается, что он будет иметь 7 дюймов. Смартфон получит процессор QLCOM Snapdragon 660. И по всей вероятности наличие беспроводной зарядки. Сканер отпечатка пальцев на том же привычном нам месте, на тыльной стороне смартфона. А вот основная камера по информации должна быть двойной. И один из модулей будет Sony IMX363. Но некоторые отмечают, что модули могут быть от Samsung. Фронтальная же камера получит модуль Samsung. Также смартфон должен обзавести сканером разблокировки парайдужной оболочки глаза. Смартфон будет иметь NFC, инфракрасный порт, два динамика и поддержку двух сим-карт. Очень заманчивые характеристики. Но как будет на самом деле, только время покажет. Samsung прикололись накануне презентации своего нового флагмана Samsung S9. Когда речь заходит о каком-то новом смартфоне компании Samsung, особенно если это флагман, то от него ждут каких-то значимых технологических прорывов. В этом нет ничего удивительного, поскольку бренд постепенно улучшает свою продукцию, внедряя в нее новейшие технологии, компоненты и другие разработки. На фоне предстоящего анонса Samsung Galaxy S9 об этом устройстве ходит большое количество слухов. И Samsung решили поддержать эти слухи с небольшой долей юмора. Буквально на днях в сеть попало видео о новом смартфоне Galaxy S9. Оно опубликовано на официальном канале компании Samsung. В небольшом видео южнокорейская корпорация рассказала о слухах, которые ходят об этом мобильном устройстве незадолго до его официальной презентации. А она, кстати, пройдет уже сегодня, 25 февраля. Samsung уверяет, что по слухам Galaxy S9 может снимать замедленное видео с частотой 600 кадров в секунду, перехватывать онлайн сообщения других людей, печатать сделанные фотографии, заряжаться по Wi-Fi, сгибаться пополам, распознавать запахи и определять название парфюма, превращать фото в анимированные голограммы, майнить криптовалюты через установленные приложения, снимать фото и видео в формате 360, самовосстанавливаться после повреждения экрана, отключать некоторые функции при выявлении алкоголя в дыхании пользователя. Надеемся, хоть несколько особенностей в новом флагмане южнокорейской корпорации и списка будут присутствовать, так как в противном случае выпускать подобный видеоролик не было бы совсем никакого смысла. Ждем хоть каких-то технологических нововведений. SpaceX запустила ракету со спутниками системы глобального доступа к интернету. Американская аэрокосмическая компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 и вывела на орбиту два первых спутника системы глобального доступа к интернету под названием Starlink. Ракета со спутниками стартовала 22 февраля с базы BBC в Вандерберг в штате Калифорния. Этот запуск Falcon 9 несколько раз переносился. Сначала он был намечен на 17 февраля, но затем компания отложила его на сутки, а затем перенесла на 21 число, объяснив это решение необходимостью дополнительного времени для проверки обновленного обтекателя ракеты. Наконец, накануне старт ракеты отложили еще на день из-за сильного ветра. На этот раз компания не планировала возвращения первой ступени ракеты на Землю, но для вывода спутников была использована ступень, которая побывала в космосе в августе прошлого года. В то же время SpaceX намерена вернуть на Землю две половинки главного обтекателя, поймав их в океане с помощью судна, оборудованного специальной сеткой. Об этом написал в Instagram основатель компании Илон Маск. Кстати, какой там будет пароль от Wi-Fi? Кто подскажет? Первый взлет аэротакси Вы могли бы представить лет 10 назад летающее такси? Как оно будет выглядеть? Или то, что в недалеком будущем пиццу вам доставит дрон, а не человек? А ведь будущее не за горами, оно уже здесь. Вот вам видео взлета аэротакси от Airbus. Во время следующих испытаний разработчики европейского авиастроительного концерна Airbus намерены проверить способность дрона долететь до заданной точки. Европейский авиастроительный концерн Airbus показал видеозапись первого полета аэротакси, который разрабатывают в рамках проекта Wahanna. Прототип такси Alpha One поднялся на высоту 5 метров и повис на ней примерно на минуту. Габариты Alpha One составляют 6,2 метра в ширину, 5,7 метра в длину и 2,8 метра в высоту. Он может поднять до 745 килограмм, однако место в кабине будет всего на одного пассажира. Дрон работает полностью на электричестве. Он был разработан по принципу конвертоплана, имеет 8 пропеллеров и 6 роторов. Аппарат может подниматься вертикально и самостоятельно регулирует положение крыльев. Друзья, с вами был Смарт Плюс. Не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик. Впереди много интересного. Всем пока!